МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для вас работает Антон Ширяев. Мы с вами посмотрим лучшие моменты гонки на выносливость. 19 экипажей вышли на старт. Это трехчасовая гонка. У нас всего 5 этапов. Первый этап на Москва-Рейсовый был 4-часовой. Третий этап будет 6-часовой. Ну а гонки на Егора-Драйв и на автодроме Крепость-Грозная также будут длиться 4 часа. Так что Казань-Ринг-Каньон это практически спринт для наших гонщиков серии Эндуранс. Меньше всего очков они получат за эту гонку. 25 за победу, в то время как 30 баллов получает экипаж за победу в 4-часовом марафоне. И аж 38 за триумф в 6-часовой гонке. Конфигурация трассы Казань-Ринг-Каньон на ваших кранах, она не зря называется Каньон, расположена в бывшем карьере. Поэтому такой большой перепад высоты 28 метров. Длина без малого 3,5 километра. Трасса очень быстрая, узкая, с гравийными зонами вылета. И было много дискуссий, подходит ли она вообще для гонок на выносливость. Потому что, возможно, много будет у нас вылетов. Машины будут застревать в гравийных ловушках. Потому что, действительно, здесь сложно выбраться даже на автомобиле категории шорткат или на машинах младших кузовных классов. Что уже говорит Мерпро БР-03. Российский спортпрототип, на котором выступают нас гонщики команд СМП Рейсинг и БР-инженерик. И заняли они все три первых места на старт в решетке этой гонки. Погода была одной из главных тем на протяжении всей недели. Были дни с переменчивой погодой, были солнечные гоночные дни. Сейчас, по словам Антона, трасса подсыхает. Для меня сейчас на стартовой прямой это не очевидно. С одной стороны, дует такой средний сил и ветер, который способствует подсыханию трассы. С другой стороны, еще совсем недавно на стартовой прямой я видел сравнительно небольшие, но все-таки лужицы. И с неба падают редкие, но порой достаточно крупные капли. И все автомобили, которые я успел рассмотреть на стартовой решетке, обутыв дождевую резину. У нас, кстати, немало новостей. У команды Капитал Рейсинг Тим. Машина не в привычных нам серебристых цветах, а в других. За рулем автомобиля Балчук Рейсинг Тим. Вместо Романа Русинова Михаил Лобода. Ну и нам приходится оперативно покидать стартовую решетку, попутно рассказывая, что главная интрига – это сражение двух экипажей команды СМП Рейсинг. Молодежного и звездного. Пилоты Формулы-1 против подающих большие надежды юниоров. Увидим в ближайшие три часа, чем все это закончится. Старт в гонках на вносах сдается с ходу. 19 экипажей, которые разбиты на три большие категории. Это группа F или Абсолютный зачет. В ней сражаются абсолютно все участники. Но, естественно, фаворитами являются пилоты на спортпрототипах БР-03 и Лежье, ЖС-53, Эва-2. У нас один французский прототип команды Балчук Рейсинг Тим. Второй большой класс – это GT4 Россия, где 8 экипажей, которые выступают на Тойота и Мерседес. Ну и также большая категория Туринг, куда включены все кузовные классы российского кольца. Естественно, здесь доминируют машины категории ТСиар, но также присутствуют машины класса Супер Продакшн, С1600, Туринг Лайт. Конкретно здесь у нас машин класса С1600 формально не было. Но вот одна из этих двух маст по темпу как раз соответствует машинам самым младшим кузовного класса российского. Как видите, вы стартовый порядок. Смаль и Смоллер на поле. Рядом с ними Сироткин и Петров. Действующие была телекубка страны по гонкам на выносливость. Что касается категории GT4, то там лучшим был экипаж Capital Racing Team. Они выступали на машине Ирины Сидорковой, Адам Кристадулу – один из лучших британских гонщиков в соревнованиях на выносливость на машинах GT. И Денис Оременяко – двукратный чемпион класса СМП GT4 Россия. Ну и экипаж Балашихинского учебного центра ДСАФ РФ стартовал с пола в классе Туринг. Непростые погодные условия. Обычно все экипажи использовали, естественно, дождевые шины. Три пидстопа по ходу этого заезда предстояло обязательно в порядке совершить всем экипажам. Причем все пидстопы регламентированы. Они должны быть не менее четырех минут. Только тогда они пойдут в зачет. Многие машины способны проехать дистанцию гонки только с двумя пидстопами. Поэтому этот лишний третий пидстоп как раз его можно использовать для смены колес дождевых на слике. На старте Виталий Петров пытался прессинговать Александра Смолера. Оторвались они сразу от Кирилла Ладыгина, который вместе с Ириной Сидорковой выступал на третьем спортпрототиве BR03 команды BR Engineering. Формально это другой коллектив, но понятно, что только в заявке. Видим мы здесь, как у нас проходил Астар. Достаточно агрессивно действовали пилоты. Казалось, что это не трехчасовый эндуранс, а всего лишь получасовая гонка. И в классе GT многие пытались прорваться. И здесь едва не досталось режье Кирилла Киракозова. Кирилл не такой пока большой выступлений на французском спортпрототипе. Ему все-таки привычнее шорткат. Проехал в прошлом году шестичасовую гонку вместе с Романом Русином. Тогда Киракозов влюбился в эту машину, приобрел такой автомобиль в свою команду. Проехал уже четырехчасовый марафон, как раз-таки с Русином в экипаже в начале этого сезона. Здорово они выглядели, боролись на равных с гонщиками BR-03. Но вот здесь не так уверенно себя чувствуют. Большие проблемы возникли у Виктора Шайтара и Сергея Столярова. В отличие от других экипажей, где пропилоты начинали заезд, в команде Ядров в 16-м экипаже сделали ставку на первый отрезок у Столярова. Затем уже по сухой трассе должен был показывать максимально высокий темп Шайтара. Но, к сожалению, был здесь контакт у Родионова и Рыбина, их экипажа с Ядром. Развернулась здесь 16-ю машину. К счастью, гонку удалось продолжить, но очень много времени было потеряно. Пришлось догонять Пилетон сначала, затем прорываться сквозь строй автомобилей категории Туринг. Ну, а затем уже навязывать борьбу гонщикам, выступающим на автомобиле категории GT4. У нас борьба шла за лидерство в категории GT4. Как раз очень красиво, очень интересно. Адам Кристодулу и Денис Ременяка показали лучшее время. Греческий гонщик, в частности, показал время, которое обеспечил ему пол. Он же начинал заезд. Против него сражался Алексей Несов, который выступал вместе с Ильей Горбаским. Вот на этой вот машине, которую мы обычно привыкли видеть в руках Андрея Сулуковцева. Сам же Сулуковцев у нас на этот раз выступал на машине Давида Богосяна вместе с Давидом. И также они были одними из фаворитов этого заезда. У обоих большой опыт гонок на выносливость. Сулуковцев уже выступал и в Европе. Они выиграли в дуэте 24-часовую гонку на трассе Дубаи. Престижный марафон, правда, в классе GT4. Были победы в шестичасовой гонках в других странах залива. Есть опыт выступления в Европе и у Погосяна, и у Сулуковцева. И, собственно, сразу с трассы Казань Ренканьон улетел в Бельгию на автодром с Пафаром Каршан для участия уже в следующих гонках на выносливость. А это проблема экипажа Шишко, Лничпорук и Шишко. Вылет в одном из поворотов, к счастью, удалось не застрять в Граде. Алексей Рыбин, второй пилот экипажа команды «Тим Гаррис». Алексей, закатили машину в боксы, проверяли, судя по всему, проверяли подвеску или рулевое управление. Да, у нас был контакт на старте гонки, видимо, с Сергеем Столяровым. Погнули тягу, заехали в боксы, поменяли, починили. Вроде как сейчас Дмитрий выехал. Должно быть все хорошо. Посмотрим на темп. Но неприятно, конечно, на старте гонки. Вот такой инцидент, который сразу откатил нас назад. Гонку пилоты продолжали, не сдались. Хотя, конечно же, вставание было в нескольких кругов и могли они надеяться лишь на сходы или технические проблемы у соперников, которые также могли отбросить их далеко назад. Посмотрите, как уже отрываются пилоты на БР-03 от Лежье. Действительно, в этих условиях Кириллу Киракозову очень-очень непросто. При этом интересно, что не запутевают колпаки у БР-ов. Это открытый прототип Лежья. На ваших экранах БР-ов же автомобили закрыты. И очень много внимания инженеры БР-инжиниринг уделяли именно тому, чтобы машина была комфортной в любых условиях. Очень красивый кадр. Мы видим, как именно в воздух обтекает автомобиль. Мы видим, как работает аэродинамика и у Лежье, и у БР-03. За БР-ами такой огромный воздушный мешок разряженного воздуха. Естественно, вверх поднимается водяная пыль. И поэтому сложно преследовать российские прототипы, когда тебя обгоняет БР-накрупп. Но какое-то время ты оказываешься просто в такой пелене и сбрызг. Впрочем, трасса очень быстро сохла. Вы видите, что уже появляется, по сути, сухая траектория. Причем на горках, естественно, трасса высохла быстрее, потому что вся вода стекла в низины. И встал вопрос, когда именно нужно, а, заезжать в боксы, и нужно ли при этом менять шины с дождевых на слики. Многие пилоты уже начали съезжать с траектории для того, чтобы охладить свои дождевые шины, которые, конечно же, в этих быстрых поворотах изнашивались на сухом, высыхающем асфальте все быстрее и быстрее. И здесь уже работают индивидуальные особенности не только пилотов, но и автомобилей. Например, автомобили категории GT позволяют раньше перейти на слик. В то время как БР, машины с огромными колесами, очень широкими, с шириной более 30 сантиметров, конечно же, для них даже небольшая влага. Это большие-большие проблемы. Можно поймать аквапланирование и выйти за пределы трассы. А там ведь гравий, и любой вылет будет стоить очень дорого. БР-03 первый раз на трассе в Казани. Как машины здесь себя чувствуют? Есть какие-то повороты, где прям душа поет, а есть какие-то, где сложнее на ней ехать? Мне кажется, в целом очень сложная трасса. Очень сложная, очень требуется. Действительно, надо всю волю в кулак собрать, чтобы пилотировать на пределе. Ну и, собственно, для БР-03, конечно, так, на грани, потому что быстрая машина. Трасса все-таки, ну, по меркам, да, там, Ускоро-Исвей, город Райв, Сочи, более компактная, более узкая. Меньше зон вылета, жестче по реприке, поэтому, конечно, так оно, ну, действительно, приходится выкладываться, чтобы ехать на пределе. Но на самом деле тема интереснее. То есть, ну, действительно такая, как бы, олдскул такое ощущается. Это, ну, по-своему, круто. На трассе Казани-Ринканьон действительно много кочек, и они возникают со временем. Кроме того, когда идет дождь, здесь образуются такие небольшие ручейки, которые просто в силу естественного рельефа стекают вниз. Поэтому действительно очень сложно на прототипах здесь выступать. Местами мы видели, как и Лежье, и Берре просто подпрыгивали на кочках днища. Мы их касались, естественно, в эти моменты перестает работать аэродинамика днища, задний диффузор. И это просто может стать опасным. Кроме того, посмотрите, насколько узкая здесь трасса, как рискует здесь гонщик СМ Прессинг для того, чтобы обойти сражающихся здесь между собой Адама Кристадула и Алексея Несова. Это удается сделать пилоту. Но, конечно, нужно отметить, что в этих условиях профессионализм наших гонщиков на GT тоже играет большую роль. Потому что они должны с одной стороны сражаться между собой, с другой стороны, как вот в этом случае, обходить круговых пилотов, которые им уступают уже несколько кругов. И при этом также пропускать вперед Лежье и БР-03. Но у нас очень много звезд и пилотов, которые добивались успехов в марафонских гонках, было заявлено на этот марафон в Казани. Сергей, самый важный вопрос. Перед стартом увидел, что на передке вашей машины логотип Мерседеса заклеен логотипом Lada Sport. Что это было? Это еще со вчерашнего дня. Так сказать, наши коллеги пошутили. И Ренат вроде бы неплохо после этого проехал. Решили на всякий случай оставить. Как бы вдруг в этом тоже что-то есть, помогает. И какие впечатления сейчас от первой и третьей гонки? Как это для вас проходит? Тяжелая часть гонки, потому что мы едем полностью на перегруженной машине в данном моменте. И как бы Ренату явно непросто. На такой машине он еще не катался, тем более в дождь. Поэтому сейчас делает все, что может. Потихонечку находит темп. В целом первая часть его дистанции была неплохая. Пока что надержалась. Сейчас, естественно, она уходит. Поэтому темп потихонечку упал. Но его главная задача сильно не отстать. А дальше я буду стараться нагнать ребята, что следующий команд будут. Сейчас едут одни пропилоты, потом будут пилоты класса М. И, собственно говоря, они выйдут именно в мою смену. Поэтому будем стараться наверстать упущенное и сражаться изо всех сил. Возьмите. Здорово смотрелись в первой фазе гонки пилоты команды «Искра». В частности, здесь мы видим Давид Погосян и Андрея Солуковцев. Красная «Супра», которая была самой первой «Супрой» в нашем чемпионате по спринтерским гонкам. Именно Давид Погосян на ней стартовал на трассе «Нижегородское кольцо» несколько лет назад. Но в условиях подсыхающей трассы несколько провалились ребята. Вперед вышел и экипаж Рената Салихова и Сергея Борисова. Как раз-таки Ренат находится за рулем в обоих экипажах команды «Нидро». Сделали ставку на первый отрезок с любителями Сергея Столярова. В 16-й машине Рената Салихова, в 88-й. Ну а затем должны были в дело вступить, соответственно, Виктор Шайтар и Сергей Борисов. В то время как в команде «Кэпитал» рейсинг-тим решили поступить по-другому. В более сложных дождевых условиях стартовал Адам Кристадулу, победитель гонки 24 часа. Нюрнбург-ринга в абсолютном зачете. Вообще у нас потрясающий состав. Здесь есть призеры Лимана. Двухкратный призер Лимана Виталий Петров. Кирилл Ладыгин, призер Лимана в классе ЛМП-2. Победитель Лимана в классе GT Виктор Шайтар. И он же был в Лимане в тройке на прототипе. У нас есть победитель, как я уже сказал, Нюрнбург-рингу. У нас есть победитель 24 часа спа среди любителей Ренат Салихов. Есть ребята, которые приехали вторые в той же самой гонке 24 часа Дубая. Выиграли ее в GT4. Ну и в целом нужно сказать, что в гонках Невносов все россияне традиционно были сильны. И уже с начала 2000-х годов наши гонщики добывались успеха. И в SPA, и в Сибринге, и в Дайтоне выступали. Так что это наш, можно сказать, национальный вид спорта. Но на ваших экранах экипаж MIFI MGO, Volkswagen Sirocco с коробкой DSG, выступающий в классе Super Production. Главные фавориты именно в подгруппе Super Production, где разыгрывается кубок S&P Racing, как и в Туринглайте в S3600. Но в большом классе Туринг это статус Кубка России. И там на третье место были главными претендентами именно эти ребята Александр Гармаш, Павел Пустушков и Алексей Савин. Самый умный экипаж в истории российского кольца, потому что первые два пилота являются кандидатами наук. Но Алексей Савин пока студент, кто знает, может быть он со временем тоже станет кандидатом наук в родной Беларуси. Видим мы, что здесь обостряется борьба в классе GT. И потихонечку подтягивается здесь экипаж Искры, к 88-му Мерседесу команду Ядро. Но позади мы видели на таком приличном отдалении 16-ю машину. Сергей Столяров возвращается после контакта в первом повороте. Темп у него был неплохой. И по мере того, как трасса подсыхала, гонщик ехал все быстрее и быстрее. Действительно, в Казани нам Сергей продемонстрировал, что эта трасса ему подходит в 2020 году именно здесь. Он дебютировал в российском кольце за рулем Мерседеса в гонке нашей спринтерской серии. Вот как раз посмотрите то, о чем я рассказывал ранее. Пилоты уходят с идеальной траектории, чтобы немножечко зацепить влажный асфальт, охладить шины, чтобы они не перегревались, чтобы растянуть первый отрезок, заехать в боксы. Когда уже как можно больше топлива они сожгут в баках своих автомобилей, пройдут обязательные отрезки и смогут дальше уже посадить за руль профессионалов. А это Виталий Петров. Посмотрите, насколько трасса опасна. Казалось бы, она подсыхает. Но небольшая помарка, небольшой здесь прыжочек на окочке. Колеса блокируются, вылетает за продел трассы BR-03 действующего. Обладатели Кубка России по гонкам на выносливость. Каким-то чудом Виталию удается не застрять в гравии. Он выезжает обратно, но потеря на этом много времени. И если до этого казалось, что Петров хоть чуть-чуть отстал от Смоллера, но все-таки может из-за его борьбы, то после этого скорее выборской ракете уже нужно было думать о том, чтобы не подпустить к себе там Кирилл Ладыгин. Вот посмотрите, третий поворот трассы. Там много кочек на торможении. Действительно, очень опасно и в сухих условиях, и даже на шорткате, на не очень мощных машинах. Что уж говорить про 450-сильный спорт-прототип BR-03. Машина весом всего лишь 800 кг. Очень быстрая. Она примерно на полторы секунды быстрее машин класса GT3. Посмотрите, как много гравия Петров здесь вынес за пределы зоны вылета. Кроме этого, естественно, гравия осталась у него в различных частях автомобиля. Много травы было. Здесь на решетках радиатора каким-то чудом BR не перегревался, и Петров сразу в боксы не поехал. Но это пидстоп 16-го номера. Заезжает здесь команда Ядро в боксы. И смена. Сергей Столяров в машину покидает. Виктор Шайтар, победитель Лимана, чемпион мира по гонкам на выносливе, садится за руль этого автомобиля. В этом сезоне Шайтар уже был вторым в абсолютном зачете в гонке. 24 часа Дубая в экипаже вместе со Сведом Мюллером, Ренатом Салиховым и Сергеем Борисовым. Сергей Столяров в этом году Дубая пропускал. Сконцентрировался на российском гоночном сезоне. И такая будет неудача на старте. Тем не менее, темп отличный. И, конечно же, Шайтар – это секретное оружие. Он может проводить очень длинные отрезки. В Дубае ему приходилось ехать в таком неудобном для него лыжементе. Здесь же все сделано идеально. И все, конечно, ждали прорыва от этого экипажа. И, конечно, интересно, что если в GT пилоты решили сменить дождевые шины на слики, то в команде SMP Racing приняли более консервативное решение остаться на еще один отрезок на дождевых шинах, потому что очень нестабилен на мокрой трассе может быть такой большой прототип и мощный автомобиль. На этих кочках в особенности решили не рисковать. Поэтому 17-й экипаж Кирилла Смайя, Александра Смолера и единичка Виталия Петрова и Сергея Сироткина заехали в боксы, чтобы сменить дождевые шины на дождевые. Видели, как много травы там на воздухозаборниках BR03. И удивительно даже, что машина при этом не перегревается. Что называется, повезло. Здесь Виталию Петрову в боксах и Capital Racing Team Адам Крестадула и Дениса Ременяка. И здесь также проходит смена. Адам Крестадула покидает автомобиль, пускает Дениса Ременяка. Ну а Кирилл Кирокозов продолжает заезд, он не заезжает в бокс, он максимально растягивает первый отрезок, выходит в лидеры, оставляет позади автомобиля BR03. И цель его понятна. Он хочет дождаться, когда трасса окончательно высохнет, чтобы затем сменить шины сразу на слик. А может быть даже и дождаться режима машинобезопасности. Тогда он сможет получить преимущество в целый круг над своими соперниками. Кирилл, гонщики экипажи на GT4 вовсю одевают слики. Пилоты на BR03 предпочитают оставаться на дождевых покрышках. Почему? Ну, это решение больше из мер безопасности, потому что по ощущениям пилотов, кто едет сейчас, мы поняли, что слики как будто еще рано и небезопасно ставить. Но вот сейчас будет, наверное, заезжать первая машина BR, которая будет одевать слики. Мы будем уже ориентироваться по ней, что дальше делать. Но, честно, мы больше боремся, наверное, с экипажем номер один. И ориентируемся друг на друга. И поэтому как-то действовать по-другому, чем этот экипаж, и рисковать у нас нет такой задачи. Потому что мы сейчас лидируем в чемпионате. И у нас нет задачи рисковать, нам нужно доезжать, зарабатывать. Интересно, что на трассе Moscow Raceway команда SMP Racing развела свои экипажи по тактике. И это был выбор именно самих пилотов. Если Виталий Петров и Сергей Сироткин традиционно делят гонку на равные отрезки. Сначала 2 часа в 4-часовом марафоне едет Петров, а затем Сироткин. Ну, а, соответственно, в гонке длиной 3 часа примерно должны были, наверное, по полтора часа проехать. То с Малли и с Моллер менялись на каждом педстопе. Так что вот эта ситуация на трассе Казани Ринг стала для них исключением. Как я вам и говорил, секретное оружие в действии. Виктор Шайтар садится за руль Мерседеса, оставляет позади сначала Сергея Борисова, затем оставляет позади и пятую Supra X моторспорт Тимгарис. Здесь ассистировал Сергей Титаренко и Александр Вартанян. В итоге действительно начинает свой прорыв, свое восхождение к самым высоким местам по ходу этого гоночного дня на трассе Казани Ринг. У нас Виктор Шайтар, напомню, чемпион мира по гонкам на выносливость, многократный участник гонки 24 часа Лимана и призер и победитель этого заезда. Один из самых успешных пилотов в истории наших гонок на выносливость. И вот спустя час и десять минут этой гонки экипаж Балчук Рейсинг Тим заезжает в боксы для смены пилотов, для заправки и замены колес сразу на слик. Кирилл Киракозов уступает вместо Михаилу Лободе. Михаил, который очень много выступает в гонках на выносливость, в том числе на технике GT. Но для него, как и для Кирилла, это лежи во многом новая машина. И в этом отличие ситуации здесь на трассе Казани Ринг от московского этапа, где было секретное оружие уже у Балчук Рейсинг Тим Роман Русинов, пилот, который на этой лежи долгие годы выступает, тренирует пилотов у нас в России с огромным его опытом настройки прототипов, езде в трафике, тактике. Конечно же, именно во многом благодаря Роману Русинову удалось команде Балчук Рейсинг Тим бросить вызов и на равных сражаться до самого конца в четырехчасовом марафоне с БР-03, который немножечко побыстрее, немножечко лучше подходит российским трассам. Здесь же в Казани этого преимущества не было. Роман Русинов был занят на других гонках. У него также обширная гоночная программа не только в России, но и за рубежом. В этом году, к большому счастью, мы должны это констатировать. И получилось, что лежи здесь сразу оказались в менее выигрышной ситуации. Но, тем не менее, вот это решение по тактике, решение затянуть первый отрезок и сразу перейти с дождевых шин на слик, оправдалось. Удалось обойти и экипаж номер один Сергея Сироткина, Виталия Петрова, и экипаж Кирилла Ладыгина. Кирилл давненько не сидел за рулем прототипа. По сути, лишь несколько у него было гонок в последние годы за рулем подобной техники. У Ирины Ситарковой тоже не слишком большой опыт. И, конечно же, Ладыгин потихонечку вкатывался. В экипаже BR Engineering приняли решение первые два часа отдать нашему легендарному пилоту, 16-кратному чемпиону России по кольцевым гонкам, также призеру Лимана в классе МП-2, а Ирия оставить финальный час. В BR Engineering решили поступить хитро. Они затягивали первый отрезок, так же, как поступили в команде Balchuk Racing Team, для того, чтобы затем перейти так же сразу на слик. И это решение оказалось более верным, позволило вернуться в борьбу экипажу Ирины Ситарковой и Кирилл Ладыгин. Михаил Лабада, мы видим, здесь возвращаются на трассу. А это сражение напарников по команде Сергей Борисов догоняет Виктора Шайтара. Тот на поцехавшей трассе темп несколько потерял. Ставка у него была все-таки видна на более холодный асфальт, более влажный трек. Посмотрите, как здесь прессингует Борисов Шайтара. Было столкновение между этими экипажами на первом этапе на трассе Московой Рейси. Тогда еще Адама Кристодулу с собой они едва не прихватили. Перестарался тогда Сергей Борисов в сражении с Кристодулу и Сергеем Стреровым. В итоге разбил машину и даже не смог туда сесть за руль Ренат Сарихов. Поэтому, конечно же, с замиранием сердца смотрели вновь на эту битву двух «Мерседесов» команды «Ядро» в боксах коллектива. Но здесь, посмотрите, было близко. Но оба пилота видели друг друга. Шайтар не стал здесь упираться, пустил Борисова вперед, давая ему возможность оторваться и все-таки бросить вызов пилотам, выступающим на «Тойота Супра», которые находились впереди. Помимо Кристодулу, которые выступают на «Мерседесе», это были, конечно же, экипаж 77-й Андрей Гончаров и Андрей Масленников. Масленников начинал эту гонку. Он очень быстро в любых условиях и смог удерживать машину в топ-3. И, конечно же, Алексей Несов, который вместе с Ильей Горбатским выступает на машине команды «Искра». Видим мы, вот он, пидстоп «СМП Рейсинг», Кирилл Смаль и Александр Смолер. Спустя буквально 25-30 минут после первого пидстопа лидеры гонки в недавнем прошлом вновь отправляются в боксы, чтобы теперь уже поменять покрышки с дождевых на «Слики». Это была бы настоящая катастрофа, если бы у нас гонка проходила с двумя пидстопами, не было бы регламентировано минимальное количество основок в боксах. Тогда получилось бы, что лишние экстра пидстопы сделали у нас ребята. У нас три обязательных пидстопа, поэтому в любом случае этот третий пидстоп предстояло сделать еще и команде «Балчук Рейсинг Тим». Просто в «Балчуке» хотели максимально затягивать свои пидстопы для того, чтобы стараться подгадывать их под режим машины безопасности. Следом за 17-м номером в боксе заезжает и единичка. У них уже все складывается непросто из-за того, что было потеряно время, порядка 25 секунд на том вылете Виталия Петрова. Затем какое-то время ушло на то, чтобы очистить колеса, чтобы вновь найти темп. Поэтому если в первом заезде этого сезона в рамках нашего чемпионата по гонкам на выносливость казалось, что Петров и Сироткин будут прямо прессинговать наших молодых лидеров, и во многом победа Смоля и Смолера стала сюрпризом, то здесь в Казани сильнее смотрелся именно экипаж наших юниоров. Более опытный из них Александр Смолер в прошлом году уже несколько гонок провел за рулем Бэйрона, его преследовали тогда неудачи были. И проблема технического характера, и колесо отвалилось, и контакты с соперниками сложный, сезон дебютный в гонках на выносливость выше для Смолера. Он расстраивался, хотя темп был отличный и полый, и лидирование. В итоге тогда за титул боролся единичка, экипаж Виталия Петрова и Сергея Сироткина, а также АМГ GT3, команда Capital Racing Team, Денис Ременяк и разные партнеры, которые были у него в течение сезона. Посмотрите, как здесь рисковал на выходе из нижней части штопора. У нас Виктор Шайтар максимально расширял траекторию, прыгнул здесь на поребрике. В итоге смог пройти назад у нас Сергея Борисова, но Борисов не отстает, и там недалеко и экипаж Андрея Солуковцева и Давида Пугасяна. Смогли они оставить позади пятую Супру команды XMT Sport Team Garrest, Александр Вартаньян и Сергея Титаренко. Как-то поначалу казалось, что действительно Вартаньян сможет бороться за самые высокие места и за победу в том числе. Но в средней фазе гонки, может быть, настройки по давлению были не оптимальны у экипажа, может быть, не лучшее время для пидстопа, но опустил вперед этот экипаж пилотов на Супру из команды Искра. И в итоге темп у них был хуже, они начали отставать от группы лидеров. Александр, могло показаться, что между последними двумя пидстопами не очень много времени прошло. Так и было или показалось? Нет, ну так и было. Я на самом деле не смог рискнуть выезжать на сликах. Трасса, честно говоря, очень непредсказуемо высыхает. То есть абразивный асфальт и непонятно, когда именно слой, вот этот нижний, высыхает. И я не стал рисковать, потому что, да, машина 5.4 довольно тяжелая, они могут нагреть легко колесо. Нам колесо новое, тем более гореть довольно долго. Я просто не рискнул, ну и по итогу экипаж номер один тоже не стали рисковать. А вот Ладыгин рискнул, и, ну, собственно, ему это пошло на руку. Сейчас мы его стараемся догнать. Там попутные не то чтобы радостные новости, но тем не менее у вас отрыв от первого экипажа увеличился, потому что он либо медленно движется, либо стоит. А в любом случае, вопрос, удалось поймать более-менее идеальный момент перехода на слики? Нет, ну я же как раз таки и сказал, что Ладыгин, наверное, сел кругов на 7 раньше нас. И тем самым отыграл у нас много времени, поэтому, конечно, мы не поставили вовремя колеса. Надо было делать это раньше. Итак, уверенное лидерство у экипажа номер 17. Примерно через час узнаем, чем закончится эта гонка. Действительно, экипаж Александра Смолера и Кирилла Смоля оставался виртуальным лидером этой гонки, так как ребята побывали в боксах уже дважды. Им предстояла только одна остановка, в то время как физически лидировавший экипаж Балчук Рейсинг Тим посетил питлейн только однажды. Им еще два раза приходилось бы заезжать на питлейн, в любом случае, вне зависимости от погодных условий и количества топлива на борту. Поэтому только чудо могло позволить им выиграть гонку или какая-то интересная тактика. Тем более, что у единички возникли серьезные проблемы. Машина замедлилась, просто остановилась. Казалось, что это сложность с двигателем или, может быть, с коробкой передач. Смог здесь Сергей Сироткин довезти машину до боксов, но было потеряно очень много времени. Видимо, что начинают продувать здесь педальный узел у нас. Механики, судя по всему, гравий там оказался. Последствия того вылета Виталия Петрова, они, конечно же, перечеркивают все шансы экипажа на победу и даже на подиум. Это отличная новость для Биар-инжиниринга и для Балчук Рейсинг Тим, потому что экипаж Кирилла Ладыгина, Ирина Сидоркова и Кирилла Каракозова, Михаила Лободы, теперь могут смелее уже играть с тактикой, поскольку понимают, что единичка из борьбы выбывает. А 17 номер у нас уверенно лидирует. Их догнать по чистой скорости будет невозможно. Нужно рисковать тактически. Мы рядом с автомобилем под номером 1. Мы видим, что уже не в первый раз механики снимают лючок рядом с передним обтекателем. Заглядывают туда, светят фонариком, пытаются продуть пространство, которое находится внутри. Не сразу понятно, что произошло. Только сейчас мы получили информацию. Есть подозрение, что гравий попал в педальный узел. И именно с этим связано то, что машина потеряла темп, точнее, что темп ее стал таким нестабильным. Возвращается в боксы для смены экипаж Capital Racing Team Mercedes по 13 номерам. Обычно мы видим Ирину Сидоркову за рулем этого автомобиля. Она дала ему прозвище «Красавчик». Но так как не выдает полную мощность мотор на боевом автомобиле Дениса Ременяка, новый двигатель пришел уже в расположение команды, но поставить его перед этапом на трассе Казани-Ренкомьян не успели, то приняли решение выступать в гонке на выносливость именно на той машине, на которой Ирина выступала во время спринтерских заездов на Татарстанском автодроме. Проблема в том, что и с этой машиной были технические проблемы. У Ирины слетал постоянно ремень генератора. Тем не менее, здесь в марафоне этих проблем не было. Особое внимание в команду уделили этому узлу. И смогли, в общем, достаточно хороший заезд провести. Трехчасовая дистанция поставила всех перед выбором, кто проедет большую часть марафона. И кто это будет? Про-пилот или пилот-любитель? И большинство экипажей в категории GT4 приняли решение, что все-таки пилоты-профессионалы провели два часа, а любители только час. И если в команде «Ядро» решили, что Ренат Сальхов и Сергей Ситлеров гонку начнут, а затем два часа будут ехать Сергей Борисов и Виктор Шайтар, то в Capital Racing Team стартовал Адам Кристадул. И ему предстояло финишировать. А вот центральный отрезок как раз остался Денис Тюременяков. Красивая борьба двух БР между собой. Мы видим, как здесь действительно жестко действуют между собой пилоты БР Инжиниринг и СМП Рейсинг. Кирилл Ладыгин у нас лидировал, догнал его Александр Смолер и Кирилл Смаль. В данном случае это Кирилл Смаль стал прессинговать здесь многоопытного нашего ветерана, который неоднократно выступал в самых разных гонках и на машинах категории GT, и на прототипах, гонках на выносливость, я имею в виду. Но опять-таки давненько мы не видели Ладыгина за рулем подобной техники. Плюс он сам, конечно же, рисковать не хочет. Хороший темп. Впереди они Виталия Петрова и Сергея Сироткина. Плюс есть неплохой шанс на то, чтобы побороться и с Балчук Рейсинг Тим. Кроме того, в данный момент гонки экипажа СМП Рейсинг и БР Инжиниринг находились на разной тактике. Поэтому особо без борьбы, хотя и сопротивлялся некоторое время Ладыгин, здесь пускает вперед своего соперника из 17-го экипажа. Посмотрите, насколько узкая эта трасса. Действительно, два БР занимают почти половину этого трека. Плюс еще здесь появился экипаж Мифе МГУ, экипаж двух наших кандидатов наук из этих двух легендарных. Вузов, Павел Пастушков из МГУ и Александр Гармаш из НИЯУ-Мифи. Ну и с ними, напомню, третьим был Алексей Савин, наш гонщик из Беларуси. Вперед выходит в этой паре именно 17-й экипаж. Кирилл, не сомневаюсь, что приятно быть в роли лидера, но насколько уверенно себя чувствуете в этой роли? Лидеру всегда приятно быть, но гонка длинная, у всех разная тактика петсопов, поэтому текущая расстановка и финальная расстановка – это все-таки чуть-чуть большая разница. У нас, к сожалению, здесь телеметрия не дает посмотреть, сколько из наших конкурентов сделали петсопов, поэтому тактика простая – едем, пытаемся держать темп, но финал уже рассудят. Насколько уверенно чувствовали себя по управлению машины на этой трассе скользко? Когда было очень много дождя, так как машина легкая, тяжело было, и скорости небольшие, тяжело было аэродинамики нас продавливать до пятна контакта, было скользко. Когда стала вот такая пленка и стала подсыхать, здесь уже темп стал хороший, и машина себя стала чувствовать гораздо увереннее. Мы в два раза легче БР, поэтому нам очень приятно сухая, комфортная трасса, большие скорости. И здесь российские инженерии имеют большое преимущество для таких дорог, для дождей, воды и снега, здесь БР. Звезжает в бокс, и 51-й экипаж Кирилл Ладыгин должен отдать руль своего прототипа Ирине Сидорковой. Она будет завершать эту гонку, пройдет обязательные 57 минут. А мы видим, что в этот момент происходит проблема у 77-й Супра экипажа Александра Масленникова и Андрея Гочарова. У них отваливается колесо, судя по всему, или не прикрутили во механике хорошо, или все-таки срезало шпильки от высокой нагрузки. В этот момент, естественно, появляется режим Full Course Yellow. И посмотрите здесь, какие большие эмоции у Ирины Сидорковой. Она понимает, что это хороший шанс для них, потому что сейчас, когда все пилоты будут двигаться по трассе весьма и весьма медленно, при этом они здесь смогут отыграть много времени, потому что находятся на питлейне, не так много времени, не так много кругов уступит сопернику. Одновременно дождь начинает накрапывать, и возникает вопрос, какие же шины ставить. Рискнуть, поставить дождевые шины или остаться на слике, выбрать более консервативную тактику. И понятно, что в зависимости от принятого решения ты можешь или очень много выиграть, или очень много проиграть. Одновременно на трассе находится экипаж команды Balchuk Racing Team. Лежье еще предстоит им один питстоп для того, чтобы смог за руль сесть, во-первых, Кирилл Киракозов, во-вторых, также они могут поменять шины, поставить дождевые. И если дождь усилися, то для них это будет большой успех. Они смогут выиграть эту гонку. Это единственный шанс для Balchuk'а опередить 17-й экипаж и, в общем, оставить позади также 51-ю машину. Одновременно возникают проблемы здесь у 28-го номера. Это экипаж класса Touring Light, единственная машина класса Touring Light. Команда Anvara Тутаева, пилоты, которые не так часто у нас выступают в нашем чемпионате. Два марафона Ахмат-Рейс проехали у нас Руслан Аскаров и Максим Николаев тогда в экипаже Санвара Тутаева. Но Вадим Сычев два сезона выступал в Porsche Cup на Каймане. Но опыта в гонках на выносливость у этого пилота нет. Технические проблемы, к сожалению, подвел их Hyundai Solaris. Ну что это вот за такое? А что не так? Что не так, Кирилл? Фулл-прусдел они вовремя выкинули. Как раз мы сделали свой питстоп. Ира выезжает и достали желтые флаги. То есть нужно было чуть раньше, правильно? Сейчас все имеют преимущество. Сейчас нас сильно догнали. Но вот такие гонки мне нравятся, когда непонятно с погодой что. Мы зандеркатили пацанов. И реально мне очень понравилось. И по темпу, и построили автомобиль. По сухому он очень хорошо ехал. Слушай, в трансляции не все поняли, что было на питстопе. Была какая-то оживленная дискуссия с участием тебя, Ирины. Что обсуждали? Она сказала, не рано ли. То есть может быть уже дождь поставить. Потому что погода, видишь, какая непонятная. И действительно очень опасно сейчас на сликах. Нужно просто сохранять. Но на сликах будет быстрее сейчас. Потому что не такой большой дождь. Вот. И все равно траектория. Она высушивается в автомобиле. Тем более, что БР очень хорошо вытягивает воду из асфальта. И хорошо сушит. Хёнде команда Анвара Тутаева эвакуировали с помощью троса, с помощью внедорожника. А вот Тойоту супруг команды Андрея Гончарова и Александра Масленникова пришлось эвакуировать с помощью крана-манипулятора. Вот мы видим, сам Андрей Гончаров находится в кабине КамАЗа. Здесь даже не стал снимать шлем. Потому что дождик всё-таки начал уйти и сам себя защитил. Таким образом, не так много запчастей у Андрея после прошлогодней аварии здесь на трассе Казани-Ринканьон. Тогда машина была серьёзно разбита. Вместе с Максимом Кизиловым, Олегом Семёновым, Милитарием Анастасиадисом. Тогда столкнулся Гончаров. Машина получила серьёзные повреждения. Трудность с логистикой. Трудно доставить запчасти сейчас в Россию. В итоге планировал во время шестичного марафона в Сочи дебютировать у нас Гончаров вновь на этой машине в гонках на выносливость. А пришлось ждать этого сезона. И тем не менее проблемы, к сожалению, продолжаются. В боксах, несмотря на борьбу на первой части гонки, оба пилоты улыбаются. Улыбки это явные недежурные. Конечно, интересно, насколько ярко это была борьба. Какие эмоции подарила? Мы не боролись с Сергеем. На самом деле у нас чуть разная стратегия. И не получилось на трассе встретиться. Вернее, получилось на старте только. Мы пожелали друг другу удачи и забыли о существовании друг друга. И уже сейчас только в боксах увиделись. Как, Сергей, для вас складывается первая половина гонок? Для меня очень неудачно сложился первый поворот. В первом повороте меня протаранил Илья Горбатский. Развернул меня. И у нас вся машина ушла. Ну, задняя часть, он в колесо ударил. А дальше я ехал с Уэстин, просто боролся с машиной и старался догнать Ренат как раз. В целом я их так чуть-чуть подогнал. Но дальше, соответственно, сел Витя. И сейчас Витя, собственно, едет очень даже хорошо. Вы не раз участвовали в спринтерских заездах на трассе в Казани. Сейчас эндуранс. Как-то этот трек заиграл новыми красками в процессе? Или наоборот скучноватенько? Были смешанные чувства касаемо того, что организаторы поставили в один уикенд и спринты эндуранс. И были сомнения некие, правильно или неправильно. Но вот сейчас, когда все проехали уже, еще финиша, правда, не было. Но я вот все свои стинты проехал. Могу сказать, что классный формат. И ехать, конечно, после трех спринтов эндуранс – это совсем другой уровень и совсем другое ощущение от трассы. Окей, спасибо. Ренат Салихов, Сергей Столяров, команда «Юдро Моторспорт». В боксах побывал экипаж «Балчу» крейсинг-тимы. Две новости. Во-первых, ребята решили одеть дождевые шины, потому что это их единственный шанс в бороться за победу с экипажем Кирилла Смоля и Александра Смолера. Во-первых. А во-вторых, к сожалению, пока они находились там, был снят режим «Фулкурс Елла». Поэтому на этом они еще потеряли много времени, что несколько подубило нам интригу в борьбе за победу. Но зато стало ясно, что дождь не начинается, что темп у лежей не такой высокий, как рассчитывали в команде «Балчу» крейсинг-тим. И стремительно Ирина Сидоркова начала догонять Кирилла Киракозова. Был отличный шанс на то, что карельская пилотесса сможет пройти гонщику на французском прототипе. Разница достигала 5 секунд с круга. Кроме того, даже легкое море, что было во время пидстопа, прекратилось. Трасса окончательно высохла. И стало ясно, что нужно какое-то время еще протерпеть здесь гонщику на «Лежье», затем отправиться в бокс, чтобы все-таки вернуть «Слик» на свой автомобиль. Посмотрите, просто без проблем здесь карельская пилотесса оставляет позади на своем «Бар-03», «Лежье», «ЖС-53», «Эва-2» команды «Балчу» крейсинг-тим. До этого мы видели интересную борьбу в классе GT4. Вновь сражались между собой пилоты команды «Искра» «Моторспорт». Действительно непростой здесь уикенд для них. Надо сказать, что и гонщики пятого экипажа из «Х-Моторспорт» «Тим Гаррис», и оба экипажа «Искры» здесь столкнулись с определенными проблемами. Они заехали на пидстоп раньше в «Фулкорс Елла», в том, как их соперники смогли воспользоваться режимом виртуальной машины безопасности. И это привело к тому, что очень много времени было потеряно пилотами, выступающими на японских спорткарах, и ни о какой борьбе за победу речь уже не шла. Даже на подиум, в общем-то, ребята не претендовали. В итоге получилась следующая ситуация. У нас уверенно лидировал экипаж «Кэпитал Рейсинг Тим» Адам Кристадулла, но затем его догнал Виктор Шайтар, обогнал и оторвался. А затем стремительно начал нагонять и 88-й номер команды «Ядро» Сергей Борисов. Вот вы видите, какой уже большой запас здесь у Шайтара. Кристадулла кроется. Он понимает, что не так много времени остается до конца этой гонки. Всего лишь 19 минут. Прессингует его здесь вовсю у Борисов. У него явный темп гораздо выше. В какие-то моменты разница по времени круга достигала полутора-двух секунд. Но догнать такого мастера, как Адам Кристадулла, это только полдела. Пройти его действительно сложно. Его колоссальный опыт выступления в гонках на выносливость. Но это была Шихинский, ДСААФ, Николай Виханский, Роман Голиков и Петр Плотников. Они выиграли, несмотря на то, что их машина была медленнее соперников, четырехчасовой марафон на трассе Москва-Рейсов. У них коробка ДСГ. Тогда у соперников была коробка секундальная на Ауди Рестрел МС. В принципе, такая же ситуация была и в этой гонке. Шишкоилл имели в теории определенные преимущества в темпе. Но сразу была ошибка уничтопа рука. Из-за этого много времени было потеряно. Шишкоилл догонял, прорывался. Они откатились на последнее место в объединенном классе Туринг. В итоге сначала справлялись с Маздами. Командой Мазда Картик, Академи. Потом с экипажем Анвара Зутаева. С экипажем МИФИ и МГУ. Ну и только потом вышел уже на второе место. Поэтому просто экипаж под номером 888 должен был свой темп держать. Посмотрите, как жестко здесь между Адом, Крис Тадула и Сергеем Борисом. Плюс тут же здесь у нас и БР-03. Как бы это все не закончилось, большой бедой, большой аварией. Был небольшой контакт между Ядром и Капитал Рейсинг Тим, но, к счастью, обошлось. Я рядом с Михаилом Лободой. Команда Балчук Рейсинг Тим сейчас на третьем месте. Михаил, ну очевидный вопрос. Дождевые покрышки на последний стин. Это был выбор в пользу гипернадежности? Или сейчас уже можно сказать, что это ошибочка? Но это явно была ошибочка, потому что, когда я заезжал на ПИД на смену, чуть-чуть усилился дождик. И мы понимали, что есть шанс выиграть гонку. Только если он усилится, мы поставим дождь, а наши конкуренты останутся на сликах. И тогда им придется заезжать лишний раз, менять резину, а мы уже будем на дождевой, и мы сможем выиграть гонку. Поэтому решили рискнуть. Риск не оправдался. Поэтому Кирилл сейчас страдает на дождевой резине по другой дорожке. Тем не менее, единичка СМП Рейсинг проигрывала еще больше. Только к концу дистанции смог прорваться на четвертое место в Абсолюте. Действующая была телекубка страны, экипаж Виталия Петрова и Сергея Сироткина. Посмотрите, какая здесь красивая борьба у сразу трех Супер. Здесь машина команды X-Motorsport Team Garry справа. Этот экипаж остается на круг. И несколько недель вмешались в борьбу экипажа Ильи Горбатского, Алексея Несова и Давида Погасяна Андрея Сулуковцева. Интересно, что здесь сражается со своей собственной машиной Сулуковцев. Потому что именно он обычно выступает на левой Супре. А вот красная машина это автомобиль Давида Погасяна. И посмотрите, обгон за позицию всего лишь за пять минут до конца. Действительно, к концу у многих ушли шины. Эти сложные погодные условия привели к тому, что приходилось играть давлением. Пытаться подобрать оптимально под даже достаточно прохладную погоду. Когда трасса высохла, то у многих шины стали перегреваться и отчаянно уходить. Именно с этим столкнулся во многом Адам Крестадула. Ему пришлось сбрасывать, ему пришлось подпускать к себе Сергея Борисова, чтобы затем сбросить несколько темп, остудить шины и уже включиться в борьбу. Но это команда Mazda Karting Academy. У них была весьма непростая гонка. Экипаж под 53-м номером. Потенциально они были гораздо быстрее, чем Mazda под номером 3-7. Это Сергей Балдин, Валерий Смирнов, Алексей Грибанов. Но были у них технические проблемы. В итоге очень много времени провели они в боксах. И пустили вперед 3-7. Экипаж Екатериной Бояриновой и Кирилла Глушака. 17-й номер на наших экранах. Это финальный круг этой гонки. Кирилл Смаль и Александр Смолер. Они выиграют вторую подряд гонку на вынослиц в рамках сезона 2024 года. После триумфа в 4-часовом марафоне на трассе Москва-Рейсвей. Они не знают себе равных. И в 3-часовой гонке здесь на трассе Казань-Ринканьон. Выигрывает же гонку в классе GT4 Сергей Столяров-Виктор Шайтар. Вторым становятся Адам Кристадула и Денис Ременяка. Смог отбиться от Сергея Борисова. Напарник Рената Салихова. Здесь греческо-британский гонщик. Потрясающая борьба до самого конца. Действительно, мы видели и дождь, мы видели и смену погодных условий, и разнообразие тактик. Не так и много в итоге было выходов машины безопасности у нас на трассу. Такие переживания, в общем, не сбылись. Посмотрите, на самом деле, как там нагонял здесь экипаж под первым номером Балчук Рейсинг Тим. Но эта борьба с разницей в круг настолько сильно отстала у нас Виталий Петров и Сергей Сироткин от Михаила Лободы и Кирилла Киракозова. Многие пилоты весьма-весьма довольны своим результатом. Посмотрите, как там радовался Давид Погосян и Андрей Сулуков. Самаргалов фарами красно-белая супра, оставив позади Алексея Несова и Илью Горбатского. Ну и это первая тройка абсолютного зачета группы F Балчук Рейсинг Тим. Кирилл Киракозов, Михаил Лобода, Лежье, ЖС-53, ЭВ-2. Второе место у экипажа BR Engineering на BR-03 российском прототипе. Ирина Сидоркова и Кирилл Ладыгин. Для Ирины это первый подиум по ходу сезона. Ее первый подиум за рулем прототипа. Ну и победили у нас Кирилл Смайли, Александр Смолер, BR-03, СМП Рейсинг, 17-й номер. Полный результат этой гонки. Лучший круг при этом у экипажа Сергея Сироткина и Виталия Петрова. Как раз-таки Сергей Сироткин лучшее время показал. Столяров Шайтар из ядра на первом месте в GT4. На втором Денис Ременяка, Адам Кристадул, третий Ренат Салихов и Сергей Борисов. Ну а Андрей Силуков и Дмитрий Погосянов за пять минут до финиша вырвали четвертое место в борьбе с Алексеем Несовым и Ильей Горбатским. В туринге у нас лучшим стал Балашихинский лечебный центр ДСАФ РФ. Николай Виханский, Роман Голиков и Петр Плотников. Они оставили позади команду Шишкоэл и Мефи МГУ. На прошлой гонке самым ярким эпизодом был огонь. Сейчас больше воды. Какая гонка была сложнее? От какой ярче эмоций? Ну, мне кажется, эта гонка была сложнее. Потому что нам, как минимум, несколько раз переходилось переобуваться на разный состав шин. И дождь, он до сих пор идет. Он не заканчивался вообще всю гонку. Контролировать автомобиль. Тем более, вот Кирилл говорил по радио, что на сликах было довольно тяжело. Ну и вот момент с Full Course Yellow, который мы подловили очень удачно. Мы заехали, по сути, когда Full Course Yellow еще не появился. И на этом мы отыграли, на самом деле, очень много. Поэтому гонка прошла идеально. Машина не сломалась в очередной раз. Она не ломается на тренировках, она не ломается в гонке. Она очень надежная. То есть мы никогда не сомневаемся в том, что что-то может произойти не так. Ну и команда провела идеальную работу. И у нас, собственно, все снова получилось. Кстати, о радио. Насколько я понимаю, вы единственный экипаж. Один гонщик, когда за рулем, второй постоянно в наушниках, постоянно на связи. Насколько сильно это помогает? Насколько серьезно влияет на результат? Да, на самом деле так даже проще нам, на самом деле, с Сашей. Потому что мы сразу с первого этапа так определились, что будем работать так. Потому что проще вести другого гонщика, как этот гонщик. И мы принимаем решения вместе, вместе с инженером, со Славой и с Сашей. Одновременно просто диалог веду я с Сашей, и Саша со мной. Нам как-то так проще, мы так определились, и оно дает свои плоды, и мы побеждаем. Кирилл Ладыгин. Ирина Сидоркова. Ира, как прошел последний инстинкт? Насколько уверенно чувствовала себя за рулем? Я вообще в первую очередь хочу сказать большое спасибо команде нашей, Кириллу, моему напарнику. Потому что мы идеально сработали по тактике. Я не буду скрывать, по темпу нам чуть-чуть не хватало, конечно, до первого места. Но наша идеальная работа и езда без ошибок привезли нас к тому результату, который мы могли показать. Вы оба до этого проехали несколько гонок спринтерскому уикенде. Теперь еще трехчасовой заезд. Это дополнительные вызовы или это дополнительные удовольствия? Да, гонки спринта отличаются от эндуранса, конечно же. Здесь нужна выносливость. Но сегодня была хорошая погода, переменчивая. И мне эта погода очень нравится, когда непонятно, то ли дождь, то ли не дождь. И что нужно ставить. И какое-то шестое чувство помогает тебе. Если что, проси снега добавь. Можно было. Экипаж, финишировавший на третьем месте на французском прототипе Лежье. Говорят о смешении французского с нижегородским. А как хорошо смешивается французское с татарстанским? Замечательно, замечательно. Единственное, надо быть очень аккуратным. Трасса боевая, большие поребрики. Нам пришлось ехать очень аккуратно. Хочу поздравить ребят на БРах. И в принципе сказать, что у них сумасшедшая техника. Мы видели, как они борются, как они используют всю ширину трассы. Француженка себе такого позволить не может. Михаил, у нас на предыдущем этапе Роман Русинов напел множество комплиментов Кириллу Кироакозову. Может, вы теперь скажете, над чем сейчас Кириллу важно работать в Эндорансе? Над какими аспектами? Да, в принципе, и так все прекрасно. На самом деле, у Кирилла прекрасный темп, прекрасная скорость. И все замечательно. У нас, к сожалению, мы ожидали дождь, и поэтому ребята все на сликах, мы поставили дождевую резину. И ехать было не очень хорошо, поэтому она перегрелась, и темп просто катастрофически упал. Надо работать с тем, чтобы угадывать лучше погоду, которая будет. Как и во всех гонках на Вносове, то есть такое большое награждение во всех категориях. Награждаются все участники экипажа. Обратите внимание на кубки, которые Алексей Михайлович Басов, руководитель СМП Рейсинг, как победитель гонки 24 часа Лимана на Феррари 488. И чемпион мира по гонку на Вносове вручает у нас призерам и победителям этой гонки. Это такая мини-копия кубков, которая есть в Лимане, просто вместо цифр 24, там цифра 3. Поэтому это не третье место. Видим, что у Ирины Сидарковой в руках тоже кубок цифры 3. Это именно продолжительность гонки. Соответственно, в четырехчасовых марафонах там цифра 4, в шестичасовом будет цифра 6. Кирилл Ладыгин возвращается на подиум в гонках на выносливость, на прототипе впервые за много лет. Совмещал он по ходу уикенда, как Александр Смолер, как и Кирилл Смаль. Выступление на переднеприводной технике с заездом на среднемоторном и заднеприводном прототипе. Но, как говорится, старый конь борозды не испортит. Два часа за рулем в сложнейших погодных условиях. И Кирилл Ладыгин вместе с Ириной Сидарковой на втором месте. Ну а Кирилл Смаль и Александр Смолер выиграют второй марафон подряд. Это награждение в классе GT4. Мы видим, как здесь рады за своих напарников по команде Сергея Борисова и Ринат Салихова. За рубль получился потрясающе. Первое и третье место у команды «Ядро». Да, не получилось подиумом. Посмотрите, как доволен Денис Ременяко тем, что смог Адам Кристодулла сдержать Сергея Борисова. Но Виктор Шайтар, Сергей Столяров вновь на вершине. Очень хорошая гонка в исполнении Шайтара. Для «Ядра» была тяжелая гонка на трассе «Москлорейс» в исход для 88-й машины. И серьезное повреждение для 16-й. Здесь оба экипажа на подиуме. Здесь у нас на ваших экранах класс «Туринг». Второй у нас экипаж Алексей Нечебурка и Дмитрия Шишко. Третий – Павел Пастушков, Александр Гармаш и Алексей Савин. Ну и по центру у нас Петр Плотников, слева от него Николай Виханский, справа Роман Голиков, которые уже переоделись в «Цивильное», потому что опаздывали на свой рейс в Москву. Действительно очень хорошее, безошибочное выступление пилотов на автомобиле категории «ТСиар». Но я отметил, что третья у нас машина класса «Супер Продакшн», оставили они позади своих серьезных соперников по классу. Вот как раз у нас награждение «Супер Продакшн». Два экипажа, выступающих на «Маздах». 53-й номер справа, три семерки слева. И по центру у нас экипаж «Мифи» МГУ, Савина Гармаша и Пастушкова. Такой получилась эта гонка. Весьма-весьма интересная, весьма-весьма быстрая. К сожалению, у нас две машины не смогли финишировать. Это мини-купер команды «Шонгс» и «Хёнде Солярис» команды «Тутаев» «Рейсинг Тим». Поэтому у нас не было награждения в классе «Туринг Лайт». Мы увидимся уже совсем скоро. 6 июля пройдет главный марафон нашего чемпионата, нашего сезона. Возможно, главная гонка всего российского гоночного сезона. 6 часов «Москва» у «Рейсвэйс» с 3 до 9 вечера. В закатных лучах солнца будут сражаться у нас за победу вновь. Прототипы, туринговые машины и суперкары класса GT4. Обязательно приходите на подмосковную трассу. Будет очень интересно. Еще больше экипажей, еще больше машин, еще больше звезд. Ну, а этот марафон для вас прокомментировал Антон Ширяев. До новых встреч на российских гонках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин